Добрый день! Сегодня у нас с вами экспертно-аналитический клуб, посвященный аналитической записке «Четыре сценария для Беларуси» наконец-то с 2023 года. Говорить сегодня мы с вами будем про ключевые события, которые могут привести к изменениям в нашей стране. А наши сегодняшние спикеры — это Катя Глот, магистр европейской политики. Катя, добрый вечер! Добрый вечер! Это Ольга Дрындова, редакторка аналитической записки, руководительница European Network по Беларуси. Ольга, добрый вечер! Добрый! Это Андрей Казакевич, доктор политологии, соавтор аналитической записки, директор Института политической сферы. Андрей, добрый вечер! Добрый вечер! И Роза Турарбекова, кандидат исторических наук, аналитик белорусской экспертной сети «Наше мнение». Роза, здравствуйте! Здравствуйте! Формат у нас обычно такой. Первый час спикеры отвечают на заявленные в анонсе вопросы, а второй час у нас дискуссия со всеми участниками клуба. Свои реплики по ходу выступления спикеров вы можете писать в чат, зума, также можете поднимать руки, и мы дадим вам слово во второй части нашего мероприятия. Напоминаю также про правила чатом «Хаос» по предварительному уведомлению. Если очень кратко, то если вы хотите сказать что-то не под запись, то, пожалуйста, перед такой репликой дайте нам знать, и мы выключим видеозапись, а все остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу цитировать нельзя. И передаю слово Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Всем добрый день, добрый вечер, потому что доброй ночи. В каких часовых поясах? Меня зовут Вадим Можейко. Я председатель на русской экспертной сети «Наши мнения» и один из организаторов наших замечательных экспертно-аналитических клубов. Действительно, сегодня мы собрались, я бы сказал, по горячим следам аналитической записки, которую подготовила Ольга вместе с коллегами, которая посвящена анализу сценариев будущего. Действительно, мне кажется, в наше время мы, глядя на политические и военные кризисы, все больше углубляемся в текущую повестку. Это понятно, она важная, страшная, трагичная, в общем, самая разная, но тем важнее думать о будущем, о том, что нас ждет впереди, потому что тоже, если не эксперты, не аналитики, не исследователи, будут про это думать. Поэтому мы сегодня позвали с одной стороны Ольгу и Андрея, как тех, кто принимал непосредственное участие в работе над пейпером, о котором они нам працан расскажут, и также Катю и Розу, как исследователи, с которыми над пейпером не работали, но которые смогут рассказать о своем опыте, о своем впечатлении и, в принципе, поделиться своими взглядами на будущее. Антон заявил про наш традиционный формат, там часто и еще плюс часто на дискуссию, но я знаю, что многие из наших спикеров сегодня спешат, поэтому постараемся не удлиняться, и всех к этому же призываю, к бреджата кратко и по сути. И чтобы самому придерживаться этого же правила, также свою вступительную речь закругляю, и тогда передаю условия Оле Дрендовой. Оля, пожалуйста, поделись основными краткими инсайты по поводу записки. Только так само всем просто так нагадаю, что у нас сегодня две рационные мобы, русская и белорусская, тому каждый со спикером уже выступает на той, на какой ему зручней, целиком, аптую. Тому Оля, как и ласка. Да, спасибо большое, Вадим, за приглашение. В том числе мы очень рады, что в этом году это наша вторая такая сценарная policy paper. Первая была в конце 2021 года, что она пользуется таким высоким интересом. У нас были статьи в немецких СМИ, в польских средствах массовой информации. Белорусское зеркало тоже перевело наши сценарии на два языка. Ну и сегодня мы также представили эту paper уже к белорусским демсилам. На неделе встречаемся с немецкими представителями политическими. И сегодня, соответственно, рады поговорить с экспертным сообществом белорусских про сценарии. Прежде чем перейти к инсайтам, хотела бы кратко пояснить, для чего мы это все делаем. Потому что очень часто мы слышим критику в плане того, насколько это все реалистично. То есть как раз-таки реалистичность не была целью нашей экспертной работы. Мы собрали 15 экспертов, специализирующихся на Белоруссии, Восточной Европе, в вопросах безопасности, российской политики, украинской и так далее. То есть очень такая сильная группа у нас была. И они около трех месяцев работали над сценариями с целью как раз-таки не предсказать, насколько реалистичны тренды, которые уже идут, во что они превратятся, а с целью найти как раз какие-то ивенты, события, в том числе так называемые черные лебеди. То есть что-то, что очень сильно непредсказуемо, но очень сильно одновременно повлияет на ход событий политических и посмотреть, в какую сторону события могут измениться. Вот это была наша цель, чтобы быть готовым к непредсказуемым событиям. И если честно, если мы посмотрим на последние несколько лет, включая не только российское нападение на Украину, но тоже историю с Райан-Эйром или с миграционным гуманитарным кризисом, который был вызван на польско-белорусской и польско-литовской границах в прошлом году, в принципе, нас уже мало что может удивить. То есть мы можем констатировать тот факт, что к неожиданным событиям нужно готовиться, потому что они перестают быть такими неожиданными. Вот в этом была суть нашей работы. И когда эксперты выбрали вопрос, исследование, о чем мы хотим делать сценарии, в конце 2021 года мы делали сценарии о том, какой будет политическая система Беларуси, будет ли она консолидироваться еще больше как автократия или будут какие-то попытки демократических реформ. Тоже в этом году, к сожалению, вопрос стоял иначе, а точнее, что будет происходить с суверенитетом Беларуси, то есть как долго мы его еще будем наблюдать, будет ли Беларусь терять части его и что на это может повлиять. Вот был основной вопрос. Ну и, соответственно, я немного сейчас визуализирую нашу обложку, может быть, для тех, кто сценарий еще не видел, не просматривал, чтобы понимать, как же мне теперь это сделать меньше, а вот, чтобы понимать, о чем была речь. То есть мы не будем подробно останавливаться на каждом сценарии, по крайней мере я, потому что нет времени на это, но просто хотелось показать, с чем эксперты работали. Эксперты определили два так называемых драйвера или переменные, которые с их точки зрения, с одной стороны, наиболее сильно будут влиять на беларусский суверенитет, с другой стороны, могут быть достаточно, о чем я говорила, да, с одной стороны, эти события должны очень сильно оказывать влияние на суверенитет, с другой стороны, эти события должны быть максимально непредсказуемы, то есть они могут уходить или в очень сильный плюс, или в очень сильный минус. Эксперты очень долго их выбирали, по-моему, у нас 4 часа только дискуссия на эту тему шла. В результате мы определились с тем, что российское давление на белорусскую государство, в основном на руководство белорусское, оказывает здесь самое важное значение, то есть оно таком называется, у нас Russian Pressure of Belarus, где у нас самый большой плюс, это Россия де-факто решает аннексировать Беларусь, официально или неофициально, но, то есть, очень сильно развивает либо союзные программы, либо в каком-то другом виде. И такой минус самый у нас был возможный в том, что Россия не теряет интерес к Беларуси, но не имеет возможности очень сильно оказывать давление. Экспертам пришлось думать, а что же такое может случиться, чтобы Россия потеряла возможность влиять на события в Беларуси и оказывать давление. Это был первый драйвер. Ну и второй драйвер, соответственно, если есть какое-то давление со стороны России, то должно быть сопротивление или хотя бы какая-то реакция со стороны белорусских властей. Вот этот драйвер у нас называется резилентность Беларуси. Здесь у нас в плюсе, по сути, этот драйвер означает, как белорусские власти влияют на это давление. С одной стороны, высокая резилентность означает, что белорусские власти под российским давлением делают попытки налаживания диалога с белорусским обществом. Низкий уровень резилентности у нас означает, что вместо диалога с белорусским обществом белорусские власти, элиты предпочитают координацию действий с российскими элитами. Вот таковы у нас были показатели на эти сценарии. Ну и, наверное, как подробно, не подробно, а немного из каждого сценария, что было интересно, я думаю, расскажет лучше Андрей, потому что он непосредственно участвовал в разработке минимум двух из четырех. Я бы хотела действительно, как Владимир предложил, остановиться на так называемых инсайтах, которые мы вынесли из сценариев. Это тоже была очень сложная методологическая работа. Понять, какие есть важные корреляции между политическими событиями, которые сохранятся уже после того, как мы поймем, забылся этот сценарий или не сбылся. То есть что-то, какие-то взаимозависимости, шансы, риски для белорусского суверенитета, для политической системы. У нас их достаточно много, их всех можно прочитать в пейпере. Я остановлюсь только на некоторых из них, которые мне, наверное, лично кажутся наиболее интересными, и мы, может быть, сегодня их еще сможем обсудить, про некоторые из них поговорить. Самый такой инсайт, наверное, не то чтобы он сильный инсайт, но не часто про это говорится, но мы пришли к выводу, что все-таки режим Лукашенко в Беларуси не такой уж и стабильный, каким он кажется после событий, после конца 2020 года, после 2021. То есть нам понадобилось в среднем от одного до трех лебедей черных, что, конечно же, тоже не очень сильно вероятно, но, как показывает история, это тоже может случиться. Нам эти лебеди понадобились, чтобы понять, что режим может стать достаточно быстро, достаточно нестабильным. Это такое, наверное, самый главный посыл, что ли, из этих сценариев. То есть эксперты все-таки, несмотря на сложность, смогли придумать этих лебедей, которые приведут к максимальным плюсам и минусам в каждом сценарии. Из печального, наверное, скажу тоже, наверное, снова надо будет поделиться, потому что не совсем понятно будет, о чем речь. Из печального это то, что если черных лебедей не будет, то у нас есть один сценарий без них, он называется «Российский протекторат». Это значит, что продолжение развития, если события развиваются так же, как они развивались до сих пор, то, возможно, мы придем к этому сценарию. То есть, по сути, здесь не надо ничего экстраординарного. Здесь дальнейшее развитие в рамках союзных программ, что даже у нас один из экспертов предложил создание союзных министерств, например, союзного МИДа или каких-то других министерств, которые отвечают за политику безопасности, то есть силовых структур. То есть это такое очень сильное углубление интеграции, которое, по сути, эксперты описали словом «российский протекторат». Для этого ничего экстраординарного они решили, что случиться не должно. Что еще интересно было, что реакция Лукашенко на давление из России может быть достаточно непредсказуемой. Мы это видим тоже в разных сценариях. Например, в одном из сценариев на него оказывается давление вступить, то есть послать белорусскую армию в войну. В обоих сценариях он отказывается, считая, что это слишком рискованно. Соответственно, в одном варианте его смещает российская... Ну, кто смещает, мы точно не знаем, но Россия его смещает, заменяет своими людьми. Во втором сценарии он выдерживает вот такую попытку военного переворота, и благодаря этому, например, даже повышается его легитимность как внутри страны, так и за пределами. Тоже интересная такая была тенденция, которую эксперты заметили. Еще что было интересно, что российское влияние в Беларуси не обязательно должно быть сильно видимым, да, как размещение ярдерного оружия, либо присутствие войск, но оно может быть скрыто за такой сетью пророссийских структур, организаций, которые финансируются российской стороной. По-моему, у нас даже партия или организация Беларусь финансировалась Россией в одном из наших сценариев, что может быть сказаться фантастическим, но когда-нибудь это может произойти. И, в принципе, в том, что белорусские элиты в этом сценарии, вот он называется тут, Union Against Russia, то есть объединение после России, против России, в этом сценарии Лукашенко, например, узнает, что планируется его смещение к 2025 году с помощью того, что Россия берет под контроль политические структуры Беларуси, он решает развернуться к Западу, потому что это ему кажется менее опасным, чем замена его с российской стороны. Ну и в этом сценарии, например, белорусские элиты, им обещают уровень децентрализации в рамках интеграционных программ Союзного государства. Возможно, Роза Маратовна нам больше расскажет о том, что она по этому поводу думает. Я помню, мы обсуждали эту тему в рамках другой дискуссии. Еще, что здесь было интересного именно про режим, что, в принципе, ослабленная Россия, ослабленная военная Россия и Россия, ослабленная санкциями, может перестать быть привлекательной моделью не только для белорусского общества, но и для белорусских элит. То есть пророссийская направленность в наших сценариях это не что-то, что заложено в ДНК белорусских элит, а то, что может тоже меняться. Ну и, наверное, я сейчас скажу только про Демсилы и одну про ЕС. К военному фактору мы еще позже подойдем. Про Демсилы у нас, в принципе, был такой сценарий один, что готовность Лукашенко говорить с Демсилами, будь то реальная готовность, или это просто делается в виде имитации, может их еще больше разделить, ну или сильно разделить, и одновременно повысить легитимность тех в глазах международного сообщества, которые будут готовы пойти на этот шаг, несмотря на то, что он нелегитимен, на то, что его называют крыловым режимом и так далее. Ну и что касается Европейского Союза, опять-таки вспоминая сценарий, где он поворачивается к Западу, за спиной России, так сказать, эксперты были не уверены, насколько одним голосом, насколько Запад сможет отреагировать на это одним голосом, насколько будет у Европейского Союза единое мнение по поводу того, можно ли ради, так сказать, спасения белорусского суверенитета от российского давления снова после всего того, что произошло, говорить с Лукашенко как с белорусским президентом. Ну и здесь я, наверное, закончу. Да, спасибо, Оля. Тогда, с учетом того, сколько уже процедарий сейчас представила, я, наверное, попрошу Андрея, действительно максимально сжато кратко, наверное, поделиться теми инсайтами, которые тебе показались наиболее важными касательно белорусского будущего в контексте и в том числе работы над этой пейпер. Андрей, прошу. Андрей, с нами ли Андрей? Так, дякую. Да, дякую. Еще больше можно поглядеть в самые пейперы. Мы можем, в каких-то некоторых особенных моментах хотя бы испыниться. В уголе, когда мы скажем про такие сценары, великая критика была связана с тем, что в этих сценарах практически нема белорусских демократичных сил. И, ну, саправды, нек экспертам был вельминскладанным включить их в сценарии, хотя такие спыбы были. И бачно, что не, як мы шмадущим нашим прогнозаванием заховываем державоцентричный подход и вельминскладанным як ввызти, як ввызти персону Александра Лукашенко. Причим да, таму тут конечно сценарий можно было придумать значительно больше, коли мы еще думали про развитие ситуации таким ключи большей активности для белорусского громадства по неких причинах знал же там связанных с непрадказальным падением. Это по-перше. По-другое то, что было значено шмат, які разваги, кроме того, что она упирается в белорусскую державу, якая падается, что просто константы она упирается и у Россию и зноу же тут было экспертом из кого складана придумать які-нибудь сценарии, які позволили выключить ее з белорусского контекста. Типра нам все прогнозаваць такое значное сопротивление в бок российскому уплыву российскому циску в Беларуси. Але зноу же конечно у истории мы ведем разные приклады и напевно тут так само было поле для далейшых мысленно у гэтану керунку. Тому кали мы разважаем про такого кшталту сценарии про будущ то треба разуметь что любые аналязи мая свои обмежевания и конечно версия в таком яким чином развивая может развиваться ситуация в Беларуси значно больше. Дарыч якраз подчас кой як уже была подрихтована пабера до публикации церихтовалася здарвался гэты зникнение Лукашенко с экранов не мысль думать про то, что може отбыться. Я тут сгодны с Вольгой с тем тезисом, что при нам сег это може дать полную подрихтовку, полную готовность розных политичных сил до того, что все може змениться, все може змениться вельми худко и подзеи могут разгортываться просто неким кризисным речем. Хотя натурально и захование истущего статус так само нельзя выключать. Это напевно все, но далее уже непосредственно по часу отказу на питание я думаю больше детально можно будет раскрыть на суть того, что было трапновано по первому и то, что воголь может быть в сучасной Беларуси. дякую пыта не только о том, в какой момент это случится, лишь это непосредственно. Поэтому даже эта подзея значительно больше или меньше. Поэтому я бы также хотел вернуться отповедно до Катя Клот и до Розы Торо Рубековой. То есть с питанием, какие может яше подается вось падеи, может чеканные, может не чеканные, могут значительно вплывать на политическую динамику в Беларуси и вплывать яким чином. Может некие падеи, которые не так бачны спрапанованы в пейпер сценарии, чтобы яше на что вызернули увагу. Хотя калиласка вам слово. Дзякуй великий Вадим, дзякуй за запрашение, дзякуй за цикавый артикул, цикавый пейпер, за те сценарии, які были пропанованы, было вельми цикаво з'ями ознайомиться. Но я напомн буду отказывать на сами питание, які тут были. мне заданы, тем большим буду коментовать на конт самой пейперс. Но первое питание, какие неожиданные или давно ожидаемые события в Беларуси могут повлиять на ситуацию внутри страны? Ну, я думаю, это уже опять-таки прозвучало так или иначе сегодня. Я думаю, это три основные вещи. Первое, самое главное, это, естественно, война в Украине. Как она разрешится? В частности, последующие недели, месяцы, этим летом, я думаю, очень будет показательно. Мы увидим, по какой траектории пойдет дальше ситуация в Украине, насколько Украина сможет продвинуться, насколько она сможет сделать так называемые стратегические маневры. я имею ввиду не только возвращение земель, но и насколько она сможет нанести такое поражение России, то есть, я имею ввиду, наверное, не полное поражение, а насколько Россия почувствует себя ослабленной. Насколько я понимаю из того, что последние дни это постоянно меняется, то, что я читаю, слышу, о чем говорят военные эксперты, о том, что, скорее всего, будет какой-то средний вариант, то есть, Украина, наверное, ей не удастся вернуть Крым, может быть, будут какие-то операции, наверное, не удастся вернуть весь Донбасс, но, тем не менее, какие-то значительные территории ей удастся вернуть, и, наверное, российская армия будет сильно ослаблена, и вопрос, конечно, опять-таки, как долго российской армии понадобится для восстановления, как западные организации будут и страны предоставлять о Беларуси, извиняюсь, Украине оружие и так далее. Поэтому, почему я думаю, это будет влиять на Беларусь, потому что, безусловно, если Украина нанесет достаточно сильный удар по России, это, безусловно, ослабит Путина в той или иной степени. Если это ослабит Путина, это ослабит позицию Лукашенко достаточно сильно. Но, говоря об этом, я не думаю, опять-таки, я тоже считаю, как вот, считаю, из того, что я считаю и услышу, что если будет какой-то средний вариант, я не думаю, что это настолько ослабит Путина и автоматически Лукашенко, что Беларусь вот сразу станет как бы более свободной. И главный здесь, скорее, вопрос, наверное, это вот то, о чем говорил Андрей, что не прозвучало у вас в работе, в сценарии, это сила оппозиции. То есть, что будет делать белорусская оппозиция? Даже если Лукашенко будет ослабленной, я не думаю, что власть просто упадет в руки белорусской оппозиции. Если у них не будет плана, не будет стратегии, и главное, наверное, не будет выходов на там более низкие эшелоны режима, я не думаю, что в Беларуси будут какие-то изменения. То есть, первый момент это война, а второй момент это Россия. Я согласна, это то, что вот как бы и в контексте войны, и, естественно, не в контексте войны. И Роза знает об этом намного больше, и как бы я не буду сюда заходить не в свою делянку, но вот все те процессы, которые происходят за закрытыми дверями, подписание новых документов, наполнение вот этих 28-ми дорожных карт, программ, так называемых, то есть, оно все тихонько идет, и Беларусь поглощается все больше и больше. То есть, в каком это сейчас, в какой стадии находится, мы не знаем, мы там видели что-то про налоги, да, но, то есть, пока, естественно, Беларусь существует как независимое государство, но даже как бы вне контекста войны, и особенно, если мы увидим какую-то среднюю ситуацию с войной в Украине, то, наверное, действительно, Россия, у России будут достаточно сильные рычаги, чтобы продвигать вот эту вот ползучую интеграцию Беларуси. Ну, и третий аспект, это, да, теперь, я думаю, что здоровье Лукашенко, об этом теперь можно говорить как бы более так активно, я согласна с Вадимом, что, естественно, в какой-то момент он умрет, и все поменяется, но если раньше этот момент, как бы, он выглядел достаточно непонятно, когда непредсказуемо, то теперь, как бы, ну, видно, что, да, он себя уже не так хорошо чувствует, как ощущал себя там 10 лет назад, и наверняка даже не сама его смерть, а то, что вот как бы и писали пропагандистские аналитики о том, что вот Лукашенко, эпоха Лукашенко заканчивается, то есть, наверное, в головах чиновников будут уже какие-то мысли появляться о том, что Лукашенко не вечен, и что им надо думать о том, где они хотят быть там, где они хотят видеть свои интересы или кто будет защищать эти интересы, и опять-таки здесь очень важна роль оппозиции, то есть, с одной стороны, конечно, белорусские чиновники смотрят все на Москву и видят, наверное, что вот Путин там будет защищать их интересы, особенно тех, кто себя как-то запятнал вот в протестах, там, в подавлении протестов, там, в репрессиях и так далее, но если бы оппозицию, опять-таки, удалось найти какие-то пути контакта с режимом на каком-то уровне, и они смогли бы убедить, что вот, но они это те оппозиции, которые вот будут в какой-то степени интересы этих чиновников, она будет за них ратовать, то я думаю, опять-таки, можно было бы увидеть какие-то изменения, и я имею в виду здесь там не только, но в плане, что вот люстрации, иллюстрации, но и также, если бы у оппозиции была вот какая-то четкая повестка дня, которая, мне кажется, сейчас вот особенно необходима в связи с тем, что там Украина будет вступать в Евросоюз, что ей, наверное, до конца года пообещают конкретный план по членству, о том, что у Молдовы есть уже обещание того, опять-таки, что она станет членом Евросоюза, конечно, оппозиции надо откровенно и более активно озвучивать свою позицию геополитическую, экономическую, что да, мы выступаем там за демократию, за права человека, за ориентацию Беларуси на евроатлантические структуры, вот по примеру Украины и Молдовы. И я думаю, что как бы оппозиция бы нашла людей в режиме, в кругах Лукашенко, которые, в принципе, бы поддерживали такое направление. То есть, это не сто процентов как бы пророссийсконасстроенные чиновники. Но, опять-таки, это будет зависеть от того, насколько оппозиция представит себя как вот такой силой, которая имеет такую программу и может. Главное, что у нее есть опыт, что она докажет чиновникам, что она сможет везти туда Беларусь. Что касается второго вопроса по поводу субъектности. Катя, прошу прощения, наверное, ко второму вопросу сейчас еще придем, я его еще задам. Я бы тогда хотел просто дать возможность еще по первому вопросу и Розе высказаться, тем более, так хорошо анонсировали, как Роза знает все, что с закрытыми дверями происходит. Хотя вы тогда еще говорили, что Лукашенко себя чувствует, наверное, не так хорошо, как 10 лет назад. Я грустно задумался, что, наверное, все мы себя чувствуем не так хорошо, как 10 лет назад. Надеюсь, наши, как раз головы наши светлые, свежи, и как раз продолжим анализировать, несмотря на время. Так что пока время идет, и Роза прошу со всеми инсайтами из русско-российских переговоров, которые, как сказать, знает, есть, наверняка есть. То есть вы мне слово передаете, я правильно поняла? Да. Как знаток того, что творится за закрытыми дверями, включая вопрос здоровья Александра Лукашенко. по крайней мере, это все Катя сказала, что Роза знает лучше. Нет, я думаю, что Катя имела в виду процесс имплементации дорожных кантов, скорее всего. Начнем хотя бы с этого. Не ведаю, что же творится со здоровьем Александра Лукашенко. И вообще, в принципе, считаю направление в этом направлении эту дискуссию бессмысленной, потому что можно бесконечно долго болеть и очень долго-долго, извините за выражение, умирать, глядя на то, как уходили диктаторы. В общем, и целом у меня прогноз пессимистичный, поэтому не стоит дожидаться, когда сам может быть как-то по-другому попробовать. Ну, если не шутить, как говорится, если всерьез, я благодарна вот Ольге Дрэндовая и ее команде экспертов. Андрею, спасибо большое. С моей точки зрения, это было очень интересное упражнение, которое расширяло горизонты нашего аналитического попытки не только осмыслить, но и что-то предложить, потому что на самом деле мы все время исходили из этого положения, что наиболее вероятным. Ну, и спасибо большое за это упражнение, не что более вероятно, а что более невероятно, но может вполне, извините меня, выстрелить, там, как черный лебедь, как там, я не знаю, ИГИЛ, как 11 сентября, как ковид, как взрыв Каховской, ДЭС, да, или как пожары в Казахстане. И это может стать триггером каких-то совершенно непредсказуемых процессов, потому что никто это не имел в виду. И спасибо вам за то, что вы именно таким образом поставили вопрос, поэтому позвольте мне тоже поставить вопрос, исходя из того, что вы сделали, сделать свое упражнение. Насколько, мой вопрос звучит так, насколько возможна автономность решения вопроса политического транзита в Беларуси, А, без России, и дальше можно об этом говорить, Б, без Европы, и дальше можно об этом говорить, В, без демократических сил. И вот мне кажется, что вот такого рода упражнения тоже нам поможет представить вот эту реальную картину. Почему такая постановка вопроса, мне кажется, важна, потому что буквально мы были в ГИССЕ на конференции и внезапно рядом сидящий со мной спикер профессор Шадурский сказал о том, что у белорусов очень странное было восприятие политического времени, мы не строили перспектив и стратегии, а все время выживали и жили от одной компании к другой и боялись этих компаний, имеется в виду избирательных компаний, с которыми были связаны репрессии, усиление давления и так далее и тому подобное, потому что когда вопрос стал задаваться немецкими коллегами о том, что какова стратегия видения будущего, нам было нечего сказать, мы находились в тупике, мы действительно над такими вопросами реально в целом не задумывались, и то, о чем говорил Шадурский, он говорил именно о том восприятии политического времени, которое было, например, в БГУ, не за всю Беларусь, ну вот я могу сказать, например, в БГУ, как время, как безвремени фактически, да, время для выживания, как время, как в ожидании чего-то хорошего в будущем, а вот нынешнее время, оно как воспринималось как безвремени, и в этой связи мне кажется, что вот такое упражнение очень важно, чтобы представить все-таки себе будущее, этого нам не хватает, и тут, как говорится, меня понесло, что, я посмотрела на ваши, на эти, эти две там критические определенности или неопределенности, да, ваш этот самый предложенный матрицу такую, или как там систему координат, даже можно сказать, драйверы, да, драйверы, извините, драйверы, и я на них посмотрела и увидела, что у вас крайне негативным сценарием является протекторат, это имеется ввиду, да, под протекторатом России, существование Беларуси под протекторатом России, кстати, я не считаю, что это самый худший сценарий, я считаю самым худшим сценарием все-таки поглощение, поглощение может осуществляться разными способами, вот сейчас фактически идет объединение разного рода пространств через вот создание этих интегрированных систем, и что меня вот лично сильно как бы обеспокоило, то есть мы и так все время в беспокойном состоянии находимся, но обеспокоил меня все-таки визит на Биулину, вот этот разговор о единой валюте, он же давно ведется, и он считается таким, в общем, пустым спором, средством давления Москвы на Минск, но то, что приехало на Биулину, это плохой знак, с моей точки зрения, хотя среди 28 дорожных карт, вот создание единого этого самого пространства рубля еще, кстати говоря, не шла, но я думаю, что скорее всего второй этап интеграции, который рассчитан, сейчас разрабатываются эти программы, перечень программ, он имеется у Совета министров России, скорее всего, там может быть включена вот эта вот дорожная карта по созданию единой рублевой зоны, вот это, ну как бы такой серьезный вопрос, это уже не протекторат, потому что под протекторатом подразумевается все-таки регулирование в сфере внешней политики и обороны, здесь, ну, не достигнута еще такого уровня, конечно, зависимость, но достаточно близко, а вот то, о чем говорится в дорожных картах, я бы это характеризовала как поглощение управленческих ресурсов Беларуси, пока я другого, извините, термина придумать не могу, то есть создание единых пространств, с помощью которых потом будет создаваться, ну, с помощью которых будет откровенное такое поглощение. Вот, теперь еще один момент, чего я у вас не увидела, наверное, приграничная война и перенос театра военных действий на территорию Беларуси. это как раз самое неожиданное и давно ожидаемое в том смысле, что это неожиданно будет, потому что, в общем и целом, мало рассматривалось, но все время Лукашенко же этим пугает, что, да, нападет, нападет. Ну, так вот сценарии переноса театра военных действий на территорию Беларуси хотя бы приграничье, потому что, глядя на Белгородскую область, у Лукашенко и, я думаю, у военных рождаются не самые лучшие идеи в голове и как вот это может быть повлиять. Есть еще, у меня еще были какие-то хорошие мысли, но сейчас я, наверное, уже не буду об этом говорить. По поводу того, демократические силы, как они могут повлиять на события и как вообще, в принципе, возможно возвращение субъектности. Мне кажется, что в качестве хорошего предложения чиновникам в Беларуси с тем, чтобы они в определенный час икс перешли на сторону демократических сил, мне кажется, вот об этом надо думать, над предложением, над теми предложениями, которые можно сделать. И адресатами, там Катя говорит о каком-то уровне звена бюрократического. Я бы хотела предложить подумать над теми министерствами или отраслями, где сидят люди, заинтересованные в сохранении суверенитета, потому что они не являются, дело не в их патриотизме, а дело в том, что их профессиональная карьера зависит как раз именно от того, чтобы национальный суверенитет сохранялся. Это к вопросу о договоренности с чиновниками. И еще один момент, мне кажется, в качестве одного из важнейших инструментов для такого привлечения на свою сторону и примирительного будущего, я бы сказала так, в качестве инструмента предложить не сразу там всех посадить и так далее, что лично мне кажется не очень тактически верным и даже стратегически, а предложить напротив такие инструменты, как, например, комиссии по примирениям, которые бы работали вот в таких конфликтных и очень напряженных зонах, включая там, где проходили, например, массовые увольнения, массовые репрессии и так далее, там подобное. Комиссии по примирению это такой инструмент, который был придуман в свое время в рамках диалога в Южноафриканской республике. Я думаю, что это такой хороший пример. Но у меня, пожалуй, все. У меня такое достаточно сумбурное, извините, получилось, но я попробовала хоть что-то свеженько, извините, предложить. Спасибо. Спасибо, Роза. Я вижу, Роза сразу и начала отвечать на второй вопрос по поводу того, как белорусам возвращать в себе субъектность, потому что действительно это звучало во всех сценариях вот этой нехваткой, что, я так понял, земли силы, видимо, на презентации жаловались, почему же вы их сами проигнорировали, что же они делают с этим сценарием и где их нет. В общем, как возвращают субъектность и в контексте вот этих угрозной зависимости. Поэтому я вижу Олю эту руку по поводу желания отреагировать. Я думаю, давай тогда то, что ты хотела отреагировать, реагируй. И по поводу субъектности белорусской, если есть какие-то мысли, тоже давай. Спасибо, Вадим. Давай я пока отреагирую. У меня уже во время выступления Розы и Маратровны две реакции произошли. И потом я, наверное, дам слово коллегам, чтобы меня слишком много не было подряд. И я добавлю про субъектность, если что-то еще останется в конце. Буквально два коротких комментария о том, что Роза Маратровна высказали по поводу перенесения театра военных действий. У нас действительно это есть в одном из сценарий. Это третий сценарий, который называется «Большой белорусский диалог». И это то, что было самым сложным, потому что он считался как бы самым позитивным. То есть там низкий уровень давления со стороны России, высокий уровень белорусской резилентности. Но почему он был сложным? Потому что, чтобы к нему прийти, экспертам понравилось аж три «Черных лебедя» в течение восьми месяцев, что очень невероятно. То есть как-то надо было их придумать, чтобы вот такой более-менее позитивный сценарий произошел. Там действительно на Лукашенко оказывается давление российское. Он отказывается отсылать армию в Украину по причине чего, и, кстати, здесь я должна тоже отдать должное фантазии наших экспертов, которые в марте, уже в марте, написали, что после визита в Москву Лукашенко себя плохо чувствует. То есть это совершенно не было никем спланировано. это просто полет фантазии экспертов, который воплотился буквально в день презентации. То есть мы презентовали сценарий в тот день, 15-го, по-моему, это было, когда он все-таки появился на публике после Москвы. То есть это было невероятное совпадение, что еще раз доказывает то, что ничего невероятного нет, и такие сценарии делать нужно. То есть после этого его заменяют пророссийскими, то есть какими-то людьми из белорусской системы, которые являются пророссийскими. Теперь у нас даже мина есть этих людей, теперь, наверное, они уже этого не сделают, потому что сценарии переведены на русский и белорусский, их уже все почитали, но сам факт того, что именно после вступления Беларуси в войну, после тысячи этих смертей общество начинает очень бурно реагировать на это, плюс Россия там не то чтобы сильно из-за этого улучшает военное положение из-за белорусской армии. У нас происходит, можно сказать, еще одна смена власти в Беларуси, когда приходит как раз-таки, как вы сказали, неусловно Тихановская на белом коне возвращается из Беларуси, снова люди из системы, но эксперты их назвали условно-патриотичными представители системы, которые по прагматическим, экономическим причинам все-таки начинают Беларусь из войны выводить и начинают такой прагматичный диалог с Западом. Вот на этом у нас сценарий заканчивается. Это я хотела прокомментировать вот этот ваш вопрос и буквально очень кратко о том, что говорила Катя, не хочу еще раз повторять, просто может быть немного с другой стороны такой месседж, потому что, по крайней мере, вот в западных СМИ и в Германии, где живу и работаю, не так часто этот месседж звучит. То есть все понимают, что если Россия двигается в сторону выигрыша в войне или что-то, что они могут продать как победу или частичную победу, в Беларуси, скорее всего, ничего хорошего не светит. Но и сценарии, где Россия терпит поражение, у нас, по крайней мере, в нашей работе показали, что абсолютно разные могут быть движения, направления движения. То есть Россия может быть действительно ослаблена, у России могут начаться какие-то там расколы элиты, Россия действительно может стать не до Беларуси, но в одном из сценариев, или даже в двух, я уже не помню, Россия решает компенсировать украинскую потерю так называемым белорусским вопросом. То есть это что-то, к чему и западные, и белорусские политики, я имею в виду, демократическую, демсилы должны быть готовы. Они, в принципе, про это тоже говорят, просто не нужно про это забывать, что так называемый позитивный сценарий для Украины автоматически не означает позитивный сценарий для суверенитета Беларуси. И здесь я на остановлюсь и ко второму вопросу вернусь, если что-то еще захочу добавить. Спасибо, Оля, мне понравилось. Хорошо уточнилось, что только что условно позитивный сценарий, потому что если мы называем сценарий, при котором институты Беларуси начинаются боевые действия позитивным, страшно представить, что же тогда в нашем будущем негативное, если это позитивное. Ну что, Андрей, есть идеи, как возвращать беларусам субъектность, чтобы в сценариях, например, на следующий год были не только россияне, Лукашенко, а побольше беларусов? Ну, надо просто развивать фантазию и воображение, наверное. Я пока других механизмов не вижу, ну, в смысле, которые бы одна... Фантазия, это экспертам, а вот, собственно, беларусам, беларускими демократическими силами, гражданскому обществу, политическим партиям, еще кому-нибудь. Какие тебе, кажется, нужны шаги, чтобы было больше субъектности в таких условиях? Да, ну, это, в общем-то, вещи связанные, потому что, ну, сейчас, наверное, основное такое настроение, это как раз-таки такая демобилизация, да, какая-то вот... Особенно, что-то вот с начала этого года, конца прошлого, начало этого года стало это ощущаться, то, ну, наверное, тут сложно что-то себе представить, кроме того, вот про что говорила, говорилось, да, по-моему, вот в контексте того, как иностранцы, да, говорят, да, какое ваше видение стратегическое, как вы видите вообще развитие Беларуси и так далее, да, и, конечно, когда мы начинаем думать в таких категориях, все становится несколько понятнее, почему мы должны сейчас продолжать свою активность, да, или свою какую-то деятельность по изменению ситуации в стране, поэтому, ну, наверное, начинать субъектность нужно с развития вот этой вот визии того, как мы видим будущее Беларуси и к чему мы, собственно, в этом отношении идем. Ну, и желательно, конечно, чтобы эта такая визия, она была, ну, очень рациональной и достижимой, хотя, конечно, понятно, что это не такая простая вещь. Вот. А, ей, может быть, одну небольшую комментарию, о том, что сказала Роза, это насчет поглощения Беларуси почему у нас не было такого плохого сценария, то есть, это, главным образом, потому что, ну, время у нас было поставлено там до конца года, да, наверное, полное поглощение сделать за такой короткий промежуток времени сложно, тем более, необходимы изменения в Конституцию по-хорошему, это, значит, опять референдум там, да, и всякое такое, поэтому, наверное, вот в таком кратком горизонте этот сценарий, он так очень сложный для выполнения, хотя, понятно, что если ситуация будет развиваться таким вот образом, как она сейчас идет, а в Беларуссо-Российских отношения, то этого исключать нельзя. Спасибо, Андрей. Катя уже буквально начинала говорить про то, что надо сделать для возвращения беларусам субъектности, когда я ее в прошлый раз прервал, я слово передал, поэтому, Катя, с удовольствием возвращаю вам слово, может, у нас наконец появится идея по поводу еще, что можно сделать для возвращения субъектности. Да, спасибо. Ну, во-первых, я бы несколько моментов хотела затронуть. Первое, ну, возвращение субъектности. Во-первых, те репрессии, которые происходят в Беларуси, мне кажется, они показывают, что субъектность есть, то есть, она никуда не исчезла. Людей сажают не только за протесты, которые они посещали там в 20-м году, в 21-м, если они там что-то делали, их сажают и за то, что происходит, за то, что происходит сегодня. Ну, например, там, те же, как бы, посадили и потом лишили их всех своих рабочих мест врачей из Новополоцкой больницы, где был Бабарико, то есть, они слили эту информацию, да, в медиа, ну, мы так предполагаем. Глава, руководитель хора БГУ, которая отказалась там ехать куда-то на Донбасс и исполнять свои работы, то есть, это говорит о том, что люди продолжают высказывать свое неудовольствие, то есть, во-первых, надо, мне кажется, думать, то есть, исходя из того, принять вот эту субъектность как факт, то есть, не говорить о том, что ничего не происходит и как бы, в общем-то, ничего мы не можем сделать и так далее, а смотреть через вот эти вот детали, естественно, очень сложно, особенно не находясь в стране, не находясь в Беларуси, через вот эти сквозь между строк смотреть, что происходит, но мне кажется, что субъектность осталась, то есть, люди продолжают, как они могут, насколько вот они считают, что это для них будет небезопасно, и все равно мы видим, что это оказывается безопасно, но они продолжают показывать субъектность. Это первое. А второй мой момент, я помню, говорила, вот еще летом 21-го года разговаривала с Тимоти Гартеном Эшем, который, ну, это, в общем-то, исследователь, журналист и так далее, он занимался и до сих пор занимается восточной Европой, в частности, он был вот во время всех бархатных революций был в Восточной Европе, особенно Польшу хорошо исследовал, и он сказал тогда мне по Беларуси, что говорит, что сейчас вот самое главное гражданскому обществу Беларуси это вот продержаться на плаву, то есть не то, что там, понятно, что как бы всех сажают, но чтобы не ушло желание что-то изменить, чтобы вот не, не как бы не все люди погибли там в тюрьмах оказались и так далее, то есть чтобы главное, чтобы был вот этот потенциал, и он как бы привел пример, что вот точно так же с солидарностью, когда все думали, когда лидеров солидарности посадили, и вот у всех казалось, что все как бы на этом все закончилось, но тем не менее, а потом пришел Горбачев и все изменилось, естественно, сегодня Путин во власти, но мы опять-таки не знаем, что может произойти, та же полиция Лукашенко, я полностью согласна, что мы преувеличиваем, и как бы тут не надо на это надеяться, но война в Украине, придут ли сюда клиноутсы, там тоже никто как бы об этом не знает, может быть, как бы и действительно какие-то инсердженсии в Беларусь могут изменить ситуацию, то есть это как бы второй момент, ну и третий момент, наверное, по поводу субъектности, я не думаю, что люди сами, которые сейчас находятся в Беларуси, ну, во-первых, понятно, что репрессии и все сложно, но я не думаю, что люди вот сами могут начать делать какие-то действия, людей надо организовывать, то есть как бы везде, это во всех странах, как бы все движения, которые вот протесты происходят, это не только Фейсбук, это не только там мессенджеры, и даже эти вещи работают тогда, когда нету такого уровня, такого закрытого общества и таких репрессий со стороны режима, то есть если бы, опять-таки, я возвращаюсь к своей идее, оппозиция начала бы мобилизовывать и организовывать общество, опять-таки, те, кто занимается вот как бы изменениями режима и так далее, говорят о том, что есть большая разница между мобилизацией, которая идет волнами, и организацией, то есть вот всю ту организацию, которую мы видели, там те же вот там дворовые чаты, там телеграммы, все это на корню, ничего этого нет, но это надо как-то возрождать каким-то образом, может быть, не через чаты, то есть просто так человек один выйти и сделать акцию он не сможет, это должно быть организовано и, естественно, должно быть организовано вот этими политическими лидерами, которые за границей, через соцсети, то есть как угодно, и это должна быть, естественно, как бы не такая вот компания в одном месте, а должна быть какая-то безопасная, там, ну, в разных местах, там, я слышала многие предложения, там, кто-то говорил, например, один из аналитиков, что вот, например, выйти где-то на минуту остановиться и там запеть, что там мы белорусы мирные люди, там как бы показать вот строчку гимна, что типа мы просим войны, но это как одна из идей, то есть какая-то должна постоянно идти креативная компания по мобилизации и по организации людей, сами люди в Беларуси это не смогут сделать, это для этого есть политические силы, которые должны об этом тоже думать, я остановлюсь здесь пока. Спасибо. Спасибо, действительно, да, хорошее замечание насчет того, что, в общем, не только вопрос возвращения субъектности, но и полезно помнить, что, в общем, есть субъектность по многому, да, просто не всегда она может быть легко заметна, ну да, что касается чатов, я заметил, я как-то признаюсь в одном белорусскому законодательству почти уголовного преступления, что я не представляю администратором отрывистых чатов, у меня есть ощущение, что да, хотя сейчас в таких локальных чатах больше обсуждают потерявшихся котиков и прививки, но, в общем, если же начнется какая-то политическая активность в Белоруссии, люди, в общем, прекрасно будут помнить, в какие чаты им вступать и где искать по этому поводу информацию, даже если они сейчас там это не обсуждают, вполне не забыли, почему эти чаты создавались. Ну, поэтому у вас потом есть, вот, опять же, вижу, подняться руку Оли и пытаюсь передать Спас, хотел бы напомнить про наш последний вопрос о том, действительно, что могут сейчас делать белорусы, активные, те самые, о которых, Катя говорила, которые, в общем, могут и должны организовывать, что они могут делать для того, чтобы подготовить Беларусь к тем сценарием будущего, который, может быть, от белорусов не зависит. Может быть, мы не можем приблизить там завтра, не знаю, развал элит в России или, скажем так, Лукоженко, но мы можем к этому как-то подготовиться. Что сегодня к таким для этих сценариев стоит делать? Я вижу, руки Оля, Роза, и дальше тоже передадим. Оля? Да, моя рука, на самом деле, была еще к предыдущему, к субъектности, я бы, может быть, хотела немного другую часть этой субъектности немного упомянуть, может быть, потому что я нахожусь, ну, собственно, как и все мы в другой стране, но может быть, потому что я здесь долго уже нахожусь, то есть очень долго, не только после событий 20-го года. Мне иногда кажется, что вот это пессимистичное настроение, очень сложное психологическое состояние, в котором находятся, да, и представители гражданского общества, и экспертное сообщество, в общем, все те, кто покинули, вынуждены были покинуть Беларусь, немного нас отдаляет от осознания того, что, по крайней мере, за пределами Беларуси, такой субъектности, признанной белорусского общества, никогда в истории не было, то есть я могу говорить, конечно, только про Германию, но я абсолютно вижу, что это в других странах тоже так, то есть те же диаспоральные структуры, которые на данный момент приглашают политики на очень многих уровнях в Германии, на локальном уровне, в Бундестаге, вот у нас буквально завтра встреча, и после, еще через два дня разговор с представителем МИДа, встреча с представителем Бундестага, ну, не диаспора, но я знаю, что диаспора тоже приглашена, то есть на уровне даже полиси, адвайс, я такого, за сколько я больше 10 лет в Германии живу, никогда не видела, то есть эта субъектность, она как-то появилась буквально из земли, ну, собственно, как по ощущениям и все протестующие в Беларуси откуда-то взялись тогда, к августу 20-го года, но это никуда не пропало, и это особенно позитивно, учитывая, насколько снизилось внимание к белорусскому вопросу после нападения России на Украину, то есть я вижу, что это уже сложнее говорить про Беларусь, но это не пропадает, и с этим политики работают, я говорю не только про диаспору, естественно, сам кабинет, там офис Тихановская, потом объединенный кабинет, то есть уровень, на котором их принимают, то те возможности, которые они имеют для лоббирования разных уровней белорусского вопроса, это беспрецедентно для вот этого, этой формы субъектности, скажем так, международной, ну и буквально один пример тоже из Германии, с которым мы завтра встречаемся, если так можно сказать, даже вот как называются политики здесь, да, то есть есть у нас Робин Вагонер, такой представитель федерального правительства по, значит, сотрудничеству с странами Кавказа, Центральной Азии, по-моему, там еще Молдова есть, и с белорусским гражданским обществом, то есть там даже белорусское гражданское общество выделено в отдельную функцию вот этого достаточно высокого представителя немецкого правительства, то есть это такие вещи, которые могут показаться мелочью, мелочью, но на самом деле субъектность снова хотелось бы подчеркнуть никуда не пропала и в этом плане даже очень сильно развивалась. Да, и нам не просто, знаешь, как будто у тебя звучало, почти прозвучало, что могут позавидовать, а я бы сказал, что да, например, те же россияне, я регулярно вижу, они прямо явно, да, завидуют и говорят, что ну да, у вас все хорошо, у вас, понимаете, диаспора, Тихановская, чего у вас только нет, а мы вот бедные пытаемся себе там в Европарламенте какого-нибудь омбудсмена хотя бы выбить. Окей, Оля, может быть, учитывая, что время уже ближе к одному часу, я помню, ты спешила, может быть, тогда по рекомендациям, что могут делать белорусские политики, гражданское общество и вот эти самые помянутые диаспоры, чтобы подготовиться к каким-то вот разным сценариям будущего. Может, что-то по рекомендациям хотела бы поделиться и потом слово Розе передадим, да? Хорошо, я бы хотела, я буквально возьму, наверное, не все рекомендации, у нас здесь они разделены на три разные и у нас очень много стейкхолдеров, то есть те, кому интересно, могут прям по группам стейкхолдеров посмотреть, что можно, как нужно. Ну, давай по белорусским стейкхолдерам, да, сейчас пройдем завтра, немцы представишь, немецких, а сейчас белорусским и русских. У нас немецких нет, у нас такая достаточно спорная рекомендация представителям ЕС и представителям белорусских, белорусским ДМС, да, что у меня сегодня с окончанием, я извиняюсь, очень жарко в Берлине сейчас. Буквально несколько предложений, их уже упомянула, по-моему, Катя, да, когда говорила, что вот, значит, тот кризис легитимности, который есть у высших эшелона власти, у Лукашенко и его окружения, по мнению наших экспертов, не обязательно должен распространяться на более низких представителей белорусских, не буду называть их элитами, ну, чиновников, не знаю, как их назвать, то есть, что мы рекомендуем, эксперты рекомендуют, это что должен оставаться такой дабл-трек в контактах как с белорусскими политическими, демократическими силами, так и вот с представителями этих, ну, представителями белорусской власти, которые, наверное, сейчас к ним вообще никак не подступиться, но мы сходим с того, что со временем это возможно изменится, чтобы именно эти люди, которые никуда не пропадут, когда будет режим change в Беларуси хоть в какую-то сторону, они же никуда все не пропадут, то есть большинство из них, возможно, даже останется в системе, чтобы они сейчас уже понимали, что для них значит открытие в западную сторону, а не только в восточную сторону в виде России, то есть что им предлагает Россия, они более-менее понимают, больше месседжей именно в эту целевую группу, но тут уже огромный вопрос, как это делать, потому что доступ к этой группе сейчас очень сильно ограничен. Ну и по поводу белорусских демсил, тоже такая рекомендация, наверное, не очень приятная, но эксперты рекомендуют все-таки ставить белорусский суверенитет, независимость по важности выше, чем как можно более быстрая смена режима в Беларуси. То есть не во всех сценариях, но в некоторых сценариях эти два явления, суверенитет или смена режима, которая даст, может быть, какой-то шанс на демократизацию, а может быть, и наоборот, на российский протекторат или еще хуже. То есть в некоторых сценариях это действительно конкурентные понятия и было предложено демсилам работать не на разделении белорусского общества, то есть не работать только с теми, кто уже продемократичен и кто, так сказать, является движущей силой возможного протеста в будущем, а пытаться объединить те слои общества, включая представителей и госучреждений, которым важно то, что Беларусь при Лукашенко или после него максимально останется или хотя бы в каком-то виде останется суверенным государством и не потеряет все, что пока еще на сегодня есть, хотя уже даже на сегодня многое потеряно. Ну и тут предлагается даже некоторые форматы, искать некоторые форматы кооперации между государственными структурами и обществами, что опять-таки пока на сегодняшний день очень сложно нафантазировать, что это может произойти, но мы рекомендуем к этому готовиться и иметь какие-то уже идеи. Да, спасибо, Оля. Да, вот спасибо, что еще сказала. Мы тоже обсуждали, что, конечно, эта дилемма смены режима и суверенитета, она такая глобальная, явно, на отдельный потянет и знаем о многих, в том числе представителей экспертного сообщества, которые давно так сказать на этой теме радостно не будем употреблять слово паразитируют, но и лучшего сходу придумать не могу, которая радостно под маркой того, что мы что за суверенитет боремся и некогда режим менять. Радостно, значит, поддерживают всякий контакт с режимом и многое такое. В общем, есть тут о чем подискутировать, но давно рука была рука Розы, поэтому не могу не передать слово. Розы, может, еще какие-то есть идеи, рекомендации? Ну, наверное, я не буду оригинальна, просто я хотела бы ответить на то, о чем говорила Катя. Нет, там не умерла. Я насчет гражданского общества внутри Беларуси. Подполье, конечно, во многом задушенное, но оно продолжает функционировать. По крайней мере, люди, которые друг друга хорошо узнали в 20-м году и остались в стране и теперь доверяют друг другу именно потому, что, оказывается, с ними ничего не произошло, то значит, никто никого не сдал. Вот это подполье, оно продолжает существовать. Я не берусь и не буду давать как бы оценки по поводу размеров и прочего, но я просто это говорю, исходя из того, что я знаю лично. Вот. Еще один момент, мне кажется, это стало общим местом, что если вы не в стране, то вы не понимаете, что там происходит. Я хотела бы вот как бы и вам, уважаемые наши белорусские эксперты, и не только белорусским экспертам сказать, что это на самом деле такое, знаете, такая спекуляция, с которой бы я бы хотела, чтобы все достаточно были осторожными. Почему? Потому что не знаю, как в других обществах, но белорусские эксперты и вообще белорусское гражданское общество, даже будучи покинув Беларусь, продолжает поддерживать тесные связи и контакты с теми, кто остался внутри страны, и старается каким-то образом помочь, тем самым создавая очень важную, с моей точки зрения, сети доверия. Вот эти сети доверия, которые существуют между теми, кто уехал, и теми, кто остался, но они образуют собой, например, какое-то бывшее одно телеграм-сообщество, да, это раз, профессиональные сети доверия, там, я не знаю, как Катя говорила, там, по дворовым, да, по этим самым, это продолжает работать, эти связи продолжают работать, эти сети доверия, людей, прошедших через аресты, через то, что они никого, никому там не сдали, даже будучи, то, что у них там взяли, там, ноутбук, я вам сейчас просто, я очень осторожно рассказываю свой личный опыт, извините, да, не упомянуя никого, я просто боюсь кого-то вообще подставлять, потому что у нас с вами достаточно открытое мероприятие, но я хочу сказать, что эти сети доверия, они есть, их надо развивать, и что для этого необходимо делать, во-первых, надо развивать позитивную повестку, что это означает, не рассказывать о том, как все плохо, ну понятно, что все плохо, не говорить о том, что вот, ну там, все эти отрицательные вещи, они только усугубляют депрессивное состояние, я знаю, хотела бы сказать всем тем, кто остался внутри страны, те, которые уехали, многие белорусы сейчас употребляют, например, антидепрессанты, это вообще свидетельствует о том состоянии, в котором находится белорусское гражданское общество, поэтому развивать позитивную повестку, обязательно, а кроме этого, продолжать развивать вот эти идеи, связанные с передачей помощи по сетям доверия, это очень помогает, это морально помогает, поддерживает там, вот эти все акции, и донаты, и это не обязательно должно быть через вот эти прям огромные, большие политические структуры известные, которые, к сожалению, вот к ним там упал уровень доверия в связи с определенными вещами, но и самим вот этим профессиональными, профессиональным по каким-то еще иным каналам оказывать помощь, организовываться, не обязательно публично, и в этой связи еще один момент, обязательно учитывать тот страх, который испытывают белорусы внутри, все время, тогда даже, когда речь идет об опросах, о предоставлении помощи, о предоставлении грантов, учитывать этот вопрос связанный с сохранением и конфиденциальностью персональных данных, это очень важный вопрос, таким образом мы показываем, что мы заботимся о людях, которые внутри страны во всех аспектах, с точки зрения безопасности, с точки зрения помощи, с точки зрения продолжения, расширения вот этих сетей доверия, которые потом, Катя, вы совершенно правы, это и есть субъектность гражданского общества, она никуда не ушла, она не умерла, просто если бы вы находились внутри этих гражданских инициатив, вы бы понимали, какая там работа проводится, и позитивная повестка, в том числе и позитивная повестка для самих гражданских инициатив за пределами страны, молодцы, нас много, мы хорошо работаем, много делаем, несмотря ни на что, несмотря ни на какое давление, дискриминацию, и т.д. и т.п. Вот мне кажется, это очень важно, чтобы в дальнейшем эта субъектность она поддерживала, и она обязательно выстрелит в тот момент, который нужно будет, главное об этом не забывать, не только на уровне политических субъектов, но и на уровне экспертного сообщества, чтобы экспертное сообщество не выступало в качестве хирургов, которые, извините меня, занимаются только тем, что скальпт беру, да, и режу, холодный анализ даю, да, нет ничего, все там, тоталитарное общество, все задавлено, все задушено, но это, откровенно говоря, не так, надо, конечно, хорошо, понимаю, хорошо надо ситуацию знать изнутри, вот, наверное, надо чаще, может быть, с гражданскими активистами общаться, которые хорошо знают ситуацию внутри, они постоянно занимаются мониторингом ситуации внутри, спасибо, за не очень экспертное мое мнение, конечно, спасибо за внимание. Да, спасибо, Роза, за эти рекомендации, выступление Розы, столько раз прозвучало имя Катя, что сразу понятно, кому прям напрашивается следующее слово передать, тем более, что от Кати тоже было бы интересно услышать, какие-то советы, рекомендации для белорусских политиков, гражданской структур, как готовиться к различным сценариям будущего, как к ним прийти в лучшей форме. Спасибо, да, сложно давать рекомендации, это всегда самое сложное, критиковать просто, конструктивно критиковать как бы всегда сложно и предлагать какие-то идеи сложнее, но я полностью поддерживаю и очень рада слышать то, что эти сети существуют в подпольном виде, а профессиональные и так далее, и я полностью согласна с тем, что надо выстраивать эти сети доверия, то есть там десятки, сотни, потом тысячи, миллионы, то есть переносить вот эту повестку дня, затрагивать как можно больше, большее количество людей и не просто повестку дня, но и вот это доверие, солидарность, чтобы она присутствовала всегда, то есть чтобы люди знали, что они не одни и что их есть те, которые их поддерживают. Естественно, позитивная повестка дня, однозначно, да, то есть должны ставиться какие-то небольшие цели, которые могут быть достигнуты, где могут быть достигнуты хорошие результаты и такие маленькие победы, они обязательно должны отмечаться и их надо, ну, действительно праздновать, потому что иначе можно полностью погрязнуть в негативе. Из такого более, наверное, глобального видения, я помню, что читала вот много когда-то про так называемую альтернативную идею гражданского общества. Это вот то, что Адам Михник, там и другие польские интеллектуалы, опять-таки, вот еще до солидарности ввели. И мне кажется, это может быть это то, что вот мы сейчас можем наблюдать у нас, понемногу развивается в той же Польше, в Литве, то есть, когда институты гражданского общества, основанные там на вот этой взаимопомощи, доверия, на правах человека, на верховенстве закона, если это невозможно все делать, создавать внутри Беларуси, то надо создавать за ее пределами. То есть, должна, как бы, должно вот получиться такое, как мне кажется, образование и философское, и как бы культурное, и политическое, то есть, это должна быть и идея политического будущего, которое бы можно было развивать за пределами Беларуси, и потом, когда наступит этот момент, чтобы эти идеи были готовы, и были готовы уже какие-то конкретные механизмы. То есть, здесь может быть, естественно, и должен быть суверенитет Беларуси, конечно же, в первую очередь. Вот то, что мы видим, например, в области культуры, там вот там тот же Купаловский театр, Свободный театр, которые продолжают делать, ставить пьесы, делать постановки. То, что мы видим, например, АБА, Белорусская Ассоциация Бизнеса, тоже они пытаются активизировать бизнес белорусов за пределами Беларуси. Вот это, вот мне кажется, надо это культивировать, поддерживать, и, ну, готовиться к тому моменту, который может наступить. что здесь еще, наверное, можно сказать, опять-таки, для того, чтобы, ну, наверное, нет, я здесь лучше сейчас остановлюсь, потом подумаю, добавлю еще что, добавлю позже. Хорошо, Катя, спасибо. Антон вот уже писал в чате, я могу повторить, что если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, либо пока нас слушаете, то скоро можно будет с чем-то таким присоединиться, будем рады дать вам слово. Ну, а пока я, может, дал бы слово Андрею, Андрей, в Тебе еще есть некие рекомендации, какие возникали типа час с працей над пейпером, и зараз подчас дискуссии, что варта рабить и беларуским политикам, и грамадзянским структурам, и диаспорам, а крыма вось то, как обходить у Мондостага до своего представника, какие ше есть варианты? Ну, тяжко мне что-то дать, больше, как было сказано, я сгодный с тем, что субъектность еще не сгублена, и как раз таки активность у Беларуси она заховывается, по всем таким, ну, парозным, скажем, предметам, гэта мы можем бачить, ну, просто факт, не ведаю там доброго, гэта там ци да горшого, але ситуация, когда мы не вернулась до того, что было до 2020 года, то есть звычайно таки беларуский цикл электоральный, и он не повторился, то есть та система, какая была, склалась до 2020 года, и она фактично разбурана, ну, и зараз только пошук негага нового баланса бывается в умовах войны, в умовах экономичных проблем и много инша, ну, и натурально, что в этой ситуации есть вельми малую максимальность для публичной деянности, потому что лады, они, прежде всего, тагитуют с публичной деянности, особенно, когда нечто заявляется на цвядома, у сродках массовой информации, там вельми худко реагует, але еще тыщица такой, ну, и звучайной громадской активности, яка не притягивает великую увагу, ну, як падается, яна, не то, что для ее стимов, она и значит ступень протягивается, тому, про ее треба прежде всего думать, что имею на увазе, ну, вот, кали после паустанья 1763-64 года, ну, может, по полтору просто ведомый тезис, да, были два, две плыни, одни рихтовали новое паустанье, инши занимались так званой органичной працей, то есть это там обмолцованием национальной идентичности, творением подпольных школ, ну, все, что связано, скажем так, с культурой, со сведомостью, да, и так далее, то есть вращение неких конкретных задач, які целиком взять под контроль державе будет складано, особливо зараз будет складано, уличивающее то, что экономичные максимумысти державы скорчаются. Но я думаю, такая вот органичная працей она может быть вельми важной, ей требуется давать до сих шмат уваги. Я не буду сказать, что она может быть одним приоритетом, на полном, мы можем разгорцоваться разом с некоторыми меньшими речами, но это базис, той, який будет важный и после смены системы, потому что зменить систему простее, чем отримать позитивные смены, и так далее, и, конечно, такая задомостью, с идентичностью, она просто делает нормальный переход. Мне подается, к этому нужно давать больше уваги, чем зараз, потому что зараз есть шматые реакции на некие оперативные речи. Мне что-то такое случилось, и мы можем реаговать. Я думаю, что такая апатая депрессия, потому что люди не бачат долготерменовых метов, причем долготерменовых метов, которые далей за транзит в Беларуси, далей за войну, которая сейчас есть в Украине. И если с этим прац работать, то шансы на позитивные смены будут высокими. Потому что с таком боку мы бачим, что долготерменовая прац не долготерменовыми метами такой прац не ведется ни в Беларуси, ни в России. Это все выключено ситуативные речи. И, конечно, все в этом может очень распасться, только изменится ситуация. Но это мне хотелось отзначить. спасибо, Андрей. Если хотел бы еще дать идеи, рекомендации, вашу розу. Но я хотела просто Андрею сказать, что все не настолько ужасно по поводу того, что никто не работает на долгосрочные интересы, на долгосрочную перспективу. Вы же знаете, сейчас много реализуется и будет реализовываться образовательных инициатив. Они в первую очередь нацелены на детей школьного возраста. Нет, это инициативы, которые направлены именно на белорусский компонент. И там достаточно много было предложений. Был вообще совершенно сумасшедший конкурс проектов. Я не буду раскрывать цифры, но это был сумасшедший конкурс. И не на очень большие деньги были предложены какие-то совершенно фантастические инициативы, которые будут работать. Это станет предложением для того, чтобы Европейский Союз продлевал такого рода, ну вы знаете, речь идет об осьминоге, актопус, который дает начало таким инициативам. Я понимаю, что может быть нужно и побольше, потому что там действительно коротенькие небольшие проекты, но запал и заказ настолько серьезный, что как бы я думаю, что это только подбрасывайте, как говорится, сюда, в эту топку. Там очень много чего делается, я имею в виду с точки зрения именно образования, потому что покинуло же очень много людей, там учителя, преподаватели, они сейчас объединяются, пытаются выжить. Это такая группа профессиональная, которая не просто хочет выжить, а хочет продолжать свою профессиональную деятельность. В основном страдали, как правило, и вы знаете, Андрей, лучше, наверное, даже, чем я, учителя истории белорусского языка. То есть, ну вот, я, конечно, наверное, выгляжу, как это, неоправданно оптимистичной, но просто мне бы хотелось, чтобы мы отдавали должное той работе, которая уже делается сейчас гражданским обществом за пределами Беларуси. Ну, я бы сказал, что я так само не лечу себе пессимистом в этом отношении. Я как раз сказал, что великая активность протягивается, что реализовывается. Один, я сказал, что часто мало уваги надается таким вот долготерминовым речем. Это доброе, что, скажем, в лине школьной эдукации это працуем, но разговаривая с беларусскими политиками, например, с представниками беларусских политичных партий, с журналистами беларусскими, с представниками інших секторов. Вот это отдельно может начать, что могут шмат обмерзовывать то, что война идёт, репрессии. Это все, что у нас есть в информационной повестке. Но, когда задаешь питание про перспективы, то есть долготерминовые метры, на вопросы для человека, что я оттормаю эдукацию, я хочу выучить одну замежную мову, а когда организация, я могу так делать, у нас задача повеличить аудиторию, мы не сможем выгнать ситуацию, мы заховываем, у нас это. Мы разважали и думали у таких долготерминовых категор средне терминовых, на жаль, это маловато. Это моя оценка. Это не питание пессимизма и оптимизма, я скажу то, что можно было обеспечить, но, чем нужно думать. Это больше стойливая внутреннюю мотивацию, большую стойливость для структуры организации. На жаль, многие тонут в этой кучке. Просто в том, что отбывается сегодня-завтра по репрессиям, по войне, без того, как они это соотносили с стратегичной метой, особистой, организацией, своей метовой группой. Вот это я не вновь. Спасибо, Андрей. Я может, это еще на один интересный кейс, потому что сейчас обучение культуры и эдукации. Я еще вспоминал проект, что это сфера культуры. Это музей Садьбы Старменск, который делает Глеб Лободенко в Беларуси. Итак, от музея не почуешь политическую заявку, заявку по войне, и иногда 90 лет ты читаешь и бачишь, на войне могут выбухи, что люди загинули, Андрей пишет, установили камень и страничные шильды. И кажется, не по повестке. А это стратегично для того, как были в беларусской истории, культуры, люди, которые внутренне беларуси физически просовывают. И при этом занимаются политикой, это важно. И конечно, проблема таких инициативов, что мы все даже говорим, что бывает в Беларуси. А мы боимся про это лично рассказать. Я думаю, сейчас расскажу про Лобадзенку, а он завтра посадит и отрывает это я сказал. Что это публичная и что такое Лобадзенка? Что мы занимаемся ранее? В экстремистских каналах работали? Все силовики без меня ведают. И так снижается visibility грамадзянской активности, субъектности, которая может и есть в Беларуси на местах. Но мы про это когда ведаем, то боимся услыш сказать. Доброе, если не хотел бы нечто спикеру дать или я вижу к чате у нас были комментарии. Оля? Ну это такое я просто вижу единственный вопрос в чате не знаю насколько тут можно на него реагировать или такой философский вопрос как найти баланс между реальностью и идеальным вариантом развития для Беларуси. Я когда прочитала словосочетание идеального варианта у меня такое внутреннее отторжение. В принципе я считаю идеализм очень большим врагом элитичной оценки ситуации и в принципе для меня вопрос не в идеальном варианте которого в принципе не бывает а вопрос в том что на данный момент является наименьшим злом и может быть если думать в ту сторону то даже стратегия демократических сил или стратегия по поводу тому как общаться с режимом с нережимом с кем общаться с кем не общаться кто легитим а кто нет может быть можно посмотреть будет на это немного с другой точки зрения то есть идеал он идеал что он недостижим и он конечно красивый как картинка но во многих моментах мне видится что в белорусском политическом поле вот эта идеальная картинка очень сильно очень сильно мешает принимать то что есть и то чего быть не может и то что все еще возможно может быть я слишком философски ответила но мне кажется каждый что-то для себя возможно понял из того философский вопрос философский ответ спасибо Лиза ответ я думаю от Антона наверное спасибо что ты сегодня делаешь работу отлично Роза тоже есть какое-то философское мнение оно наверное не философское это скорее перевод этого вопроса на то что я себе представляю и для себя я отвечаю на этот вопрос во-первых мне кажется что мне как преподавателю международных отношений крайне важно было чтобы студенты не говорили о идеализме реализме вернее не говорили в контексте теории международных отношений а о том чтобы они видели разницу и соотношение этот баланс между интересами и принципами вот поэтому наверное вот я буквально недавно пытаясь ответить на похожий вопрос говорила о том что все-таки наверное сейчас крайне важно чтобы принципы были все-таки выше интересов а не интересы выше принципов вот это не означает что я за идеальные какие-то вернее за стремление к идеалу как известно стремление к идеалу может обернуться крайне страшными на самом деле конструкциями с точки зрения социальной инженерии но я как раз именно за то что вот сейчас такое время когда важно понять что все-таки принципы важнее интересов спасибо спасибо Роза Катя Андрей хотя бы может отреагировать на этот философский вопрос или Оля нам прочитает следующее что у нас в чате появилось я прочитаю только отвечать на него я не помочь на нет возможно ли вариант после заключения перемирия между РФ и Украиной когда Кремль отпустит Беларусь то есть Дефакт издаст Лафашенко в обмен на перезагрузку отношений с Западом Андрей как ты думаешь и Катя какие какие версии возможно такой вариант ну или наверное скажем так при каких условиях он возможно может так сказать конечно это возможно вопрос что значит заключение перемирия или мира в общем-то зачем Беларусь Россия если исходить из современной внешнеполитической доктрины назовем это так слово или скажем какой-то визии внешнеполитики Россия это имперская политика это значит тебе нужно расширять сферы влияния брать под контроль какие-то государства чтобы потом влиять на другие государства и так далее в этом контексте ну конечно Беларусь очень важна для России они сейчас готовы сюда много инвестировать и тем более поддерживать Лукашенко потому что он для них очень-то идеальный по многому партнер сложно себе представить что-нибудь лучше особенно если мы сравниваем Лукашенко с другими лидерами по советскому постранству но как только Россия будет вынуждена пересмотреть свою внешнюю политику понять что в общем-то время империи она просто физически вынести не может то есть у нее нет для этого кейпсити ни военного ни экономического никакого другого в этой в этой ситуации ну достаточно вероятно или даже в общем-то наиболее таким вероятным сценарием является и пересмотреть отношения с Беларусью сделать это более прагматичным превратить это из какой-то такой вот сферы в которую надо вкладывать чтобы обеспечить свое доминирование в регионе вот то есть такую вот модель да security перевести в модель более прагматичную которая бы не усложняла отношения с соседями не усложняла бы ситуацию в регионе там и так далее ну и в данном случае конечно я не думаю что там будет сценарий такого что там отпустит Беларусь или там сдаст Лукашенко но скажем так требования более свободных демократических выборов или более такого свободного политического климата это то что будет стоять на повестке дня и на то что Россия будет реагировать потому что понятно что если будет какая-то разрядка то конечно существующий белорусский существующий белорусское государство власть современная белорусская это будет уже скорее абуза вот сейчас во время войны это наоборот хорошая основа для того что ты не боишься что здесь что-то возникнет неблагоприятное ты здесь можешь использовать инфраструктуру военную еще какую-то а вот если наступит разрядка то уже все эти бонусы они исчезают и ну да от этого балласта надо будет как-то избавляться в том или ином виде опять же понятно что тут разные бывают модели или просто трансформация внутри Беларуси или это то что надо Лукашенко убрать или еще что-то много можем здесь рассуждать но в целом да я считаю что это очень вероятный сценарий спасибо Андрей Катя может быть есть что добавить ну мне кажется во-первых сам сценарий перемирия между Украиной и РФ абсолютно на сегодняшний момент нереальный даже вот в какой-то такой чисто теоретической плоскости мне кажется не имеет смысла это этого обсуждать поскольку Украина во-первых не пойдет на перемирие пока она не отобьет какие-то земли и если даже и Зеленский согласится на такой вариант то наверняка появится другой политик в Украине и по-моему у них в 24 году выборы который будет говорить нет мы будем бороться сражаться до последнего мы на перемирие не пойдем перемирие вообще здесь ну как я сказала нереально приостановка огня да может быть это то что хотела бы Россия только для того чтобы перегруппироваться перемобилизоваться сделать паузу и потом возможно опять ударить по Украине или по какой-то другой стране снова поэтому опять-таки Украина будет делать все чтобы не подойти к такому сценарию ни остановки огня ни перемирия я не думаю что Беларусь здесь во-первых вообще может являться какой-то разменной монетой я у меня другая бэкграунд я не изучала международные отношения поэтому я не верю вот в эту как бы power когда там great powers и вот они там между собой то есть великие державы там силы геополитические что-то решают там какая-то страна становится предметом торга и так далее это во-первых во-вторых как я сказала я не думаю что Беларусь вообще будет здесь фигурировать то есть на сегодняшний день мы не видим никакого интереса Украины украинского лидерства в том чтобы в Беларуси как-то изменилась ситуация или они как-то на это хотят повлиять то есть на сегодняшний день они заняли прагматическую позицию и пытаются как бы минимально раздражать режим Лукашенко и надеются на то что власти белорусские не допустят вступление в войну вот поэтому поэтому я как бы вообще не вижу такого варианта единственное что вот здесь может видеться это то что говорила Оля о чем я говорила вначале что если Украина сделает мощный стратегический прорыв то Путин наверное будет ослаблен и здесь может быть я согласна с Олей абсолютно два варианта или с одной стороны как бы ослабление Путина повлияет на то что он будет заниматься своими проблемами будет пытаться думать о том как остаться у власти те кто элиты при Путине может быть у них появится больше влияния они скажут что давайте не будем заниматься Белоруссией вот Беларусь в таком смысле отпустят а может быть как раз по другому что как бы вот поняв что Украина для них недоступна они вот решат больше сконцентрироваться на Беларуси и будут пытаться проводить более активно такую ползучую интеграцию поэтому вот мне только в таком варианте это видится спасибо Катя ну что есть ли у нас тогда еще вопросы комментарии или реакции или тогда будем переходить уже к финальным ремаркам я бы еще наверное разрешение нашей дискуссии по поводу еще раз есть ли что-то живое в Беларуси я бы напомнил что даже вот на нашем сегодняшнем зуме есть участники которые я знаю находятся в Беларуси кто-то с опытом того как сидел кто-то не сидел в общем очевидно что живое есть и знаю в фейсбуке с некоторыми участниками переписывались были те у кого даже были мнения но во многом я думаю по разным причинам наверное и по связанным с безопасностью говорили некоторые люди что не надо нам предоставлять даже слово сегодня так что иногда может быть этот голос изнутри Беларуси он просто не очень слышен по совокупности причин но голос там конечно есть и люди живые и структуры и активность наверное я хотел бы напоследок сказать спасибо всем нашим участникам всем спикерам всем нашим зрителям слушателям комментаторам спасибо Оле и Андрею за работу над пейпером и за его представление спасибо Кате Роза за участие за ваши реакции и комментарии действительно мы сегодня много говорили про будущее про то какой на это будущее его обсуждение есть спрос что этого недостаточно в текущей повестке и наверное да вот те журналисты про которых вспомнил Андрей которые там чаще спрашивают конечно про какие это очень текущие дела там про войну это ну естественно такая роль это будет всегда но мы со своей стороны как сперта аналитический клуб тоже в общем этот фокус на будущем это то что созвучно с нашими рассуждениями о том как мы будем двигаться дальше меняться дальше я думаю чаще будем затрагивать вопросы связанные как раз с будущим развитием Беларуси с возможностями для этого поэтому еще раз всем спасибо за сегодняшнюю дискуссию читайте пейпер подготовленный подредакцией Оли подписывайтесь на ютуб пресс-клуба где вы сможете смотреть это видео те кто смотрит нас в записи регистрируйтесь на следующие экспертно-аналитические клубы ну и до новых встреч и хорошего всем лета до новых встреч